Ну что ж, снова привет всем, кто меня смотрит. И сегодня мы поработаем на полу, или на диване, или на ковре, у кого какая есть поверхность. Давайте расположим себя удобно, комфортно. И погладим, погладим себя любимых. Окажем некое внимание своему телу. Принцип, с которым будем работать, который позволит нам затанцевать, будет называться проглаживание. Где мы проглаживаем себя своими ладошками. Все-таки руки у нас самая активная часть тела. Многое мы познаем через них, трогая, ощущая, осязая. И нам надо восстановить, храниться своего тела. Почувствовать тело везде, где оно у нас есть. С разных сторон. Я не знаю, часто ли вы мылите, или уделяете недостаточного внимания, принимая душ своим ногам. Действительно, где есть какие-то ванны, если вы стоите. Обычно я замечаю на своем опыте, что я намуриваюсь где-то сверху. Начинаю с головы. Тут размуриваю пенку. Потом наношу это на свое тело. Но, конечно же, немного ниже. И вакуацией я дотягиваюсь сюда. И вот почему-то вот... Нижняя часть моих конечностей... Перекроможные мурицы, стопкам достается мыло не всегда много. И на самом деле, когда я действительно... Делая это, я прям чувствую, ой, как классно, на самом деле. Как редко я трогаю свои ноги. Как редко я их, не знаю, массирую, проглаживаю, намыливаю души. Поэтому, вот прям сейчас вы можете как раз использовать эту упущенную возможность, наверное, стать, прогладить, прогладить свои стопки, прогладить свои икры, простирать колени, мышцы бедер. Со всех сторон внимательно. Можно делать с разной степенью проглаживания, я не знаю. Если вы хотите растереть себя, можно делать это как бы с ускоренным темпом, или учащенным в одном месте. Или так как будто бы выдавливать, что-то выжимая. Или же это может быть такое просто, такое мягкое прикосновение, происходящее вместе со скольжением. Ваши части, ладошки, по вашим ногам. И попробуйте уделить внимание всем частям своего тела, живого. Для этого, не знаю, поднимайте себя, перемещайте. Так, как вам удобно. Располагайте себя по-разному. Таким образом мы задействуем все наше тело. Рука, плечо, грудная клетка, лёбра, живот, поясница, ягодицы, сзади поверхность, грика, пятки. За спиной интересно проработать. Сможно дотянуться везде, но где-то можно попытаться. Второй рукой мы можем помогать себе. Растягиваем. Другой рукой мы себя еще немного растягиваем. Дырная сторона вашей кисти, ладошки, шея, голова, лицо, перемещаетесь, передвигаетесь. И вот, используя этот прицеп проглаживания, мы можем заданцевать. КОНЕЦ мы смещаем тело, кисть, она может уже оставаться на одном месте, и она ездит по нашему телу. Прям попробуйте иногда это использовать. Ладошку оставляйте в одном месте, а тело поворачивайте или подставляйте сами. Ну, где-то он будет пролежать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, вы как-то оживите свое сенсорное восприятие, не знаю, почувствуете свое тело, потрогаете его, принесете ей какую-то массу каких-то приятных ощущений. И это первая вещь, с которой я хотел поработать, чтобы мы поработали. А вторая сейчас будет касаться того же принципа проглаживания, проскальзывания, но гладить будем поверхность пола под нами. Итак, сейчас мы придем к этому. Располагаем себя близко к полу, сидя, так как нам удобно. И дальше давайте попробуем начать проглаживать пол. Наша рука, она такая мягкая, как кисточка у художника. Мы с вами же рисовали кистями в пространстве, и кисти были мягкие и живые. Какие же мягкие и живые кисти нам нужны, когда мы работаем с какой-то жесткой поверхностью. Хорошо, если ваш пол чистый. Не знаю, можете использовать время с пользой. Возьмите тряпку в руки, колейте на перчатки, которыми голову не попротеряет свой пол. Итак, если он чистый, ну, или вас не смущает, насколько он не чистый, мы начнем своими ладошками и кистями проглаживать свою поверхность. Пол под собой, вокруг себя, рядом с собой. И это тоже вовлекает наше тело, мы работаем всем телом. Если мы хотим двигать руку вперед, мы смотрим, какой стороной ладошки нам надо расположить нашу кисть на полу, потому что, если мы находимся на внутренней стороне, то мы будем прикипать, значит, нам надо отдавать немного вес, и тогда можно двигаться. но это будет очень медленно, поэтому, скорее всего, мы могли какую-то такую возможность не носить, такую. можем лечь, и дальше мы проглаживаем пол вокруг себя с разных сторон, под собой рисуем всевозможные узоры, рисунки на полу, смещая центр нашего внимания с одной руки на другую. и дальше. Используем все наше тело, помещаем их в пространстве. Используем все наше тело. 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 Пока.